Вот, это уже именно наша лаборатория, то есть лаборатория аэрокосмической инженерии и ГЗЗ. Вот Тимур Андреевич здесь главный педагог, наверное, это самая интересная часть, наверное, для нас с вами в МАЛ-Академии. Вот, и тут крайне много всего интересного, и тут уже, наверное, Тимур Андреевича же так говорила правильно, потому что я тоже... Так, конечно, дублика пустовато, да? Ну, то есть основная цель этого момента была дистанционное задерживание Земли и связи со спутником. Вот, и тут вот сама, там, блок управления станцией Завиток от компании «Спутник» на 433 МГц, который позволяет принимать и отправлять данные на спутники. Мы уже с ее помощью управляли решетюбами КСМРАЭЭК, КСМРАЭК университета. Значит, мы принимали данные, мы с ними тесно сотрудничаем, потому что у них имеются проблемы по приему данных со спутника собственного. Также, вот у нас стоит такая же, две такие же антенны «Лайрайт» на диабазон, в помощи которых можно принимать данные со спутников, ну, ДСЗ, например, в высоком качестве. К тому же, мы можем, ну, подготавливаем идти к соревнованиям WorldSkills, которые нынем уже молодые профессионалы, да, называется, на конструкторах «Арпикрафт». И кучи там демоделировать, собирать, разбирать, то есть в целом то, что они не будут делать, да. Так же, вот, передайзер-фодокоптеры, все-таки же аэрокосмическое. Будем сейчас еще по сбору и собирать, по программе. Да, да. То есть, космическая сфера, как вы знаете, она очень обширная. На Марсе, на Марсе это все. Проглачает очень много количеств новых. Различные. Ну, тут, получается, представлены все этапы, от простейших до сложнейших. То есть, там есть конструкторы для обычных ракет небольших, которые на «Глобе» и «Дяне». Да, может, это, вот, вы понимаете, да. То есть, вот, на каждом модели она заставит там 150-70 метров, а там уже турбинг маленький, который отчитает ускорение, и так далее. Потом уже, вроде, открыт к «Арпикрафту», это инвестрационная модель. То есть, на нее расположены все, ну, приблизительно похожие штуки, которые стоят на настоящих спутниках. Вот, и, получается, участникам нужно разработать 3D модель, запрограммировать его и сориентировать относительно земли. То есть, тут, получается, DOOS, сдача вывода скорости магнитометра, тут, ну, здесь есть лоховик и компьютер, который нужно запрограммировать. Ну, и так далее. И, вот, это соревнования. Мы в них участвовали каждый год. Я в этом буду здесь. Вот, и потом, дальше, мы будем переходить к чему-то более сложному. Вот здесь концато не представлены, но это уже спутник, который нужно по этимму. А потом мы будем показать, если я фотки найду, вот того спутника, который делали мы. Вот, Тимон Анатольевич тоже делал спутник этот, который вам рассказывали. Концато, может, на ней вышли в Россию с юрной клавичем. И потом уже вот финальная стадия, которая есть, это у нас. Это Купсат именно. То есть, который Тимур Андреевич сейчас делает. Которую мы, потом, будут пользоваться дети с помощью станции. То есть, программировать Купсат, который будет летать на орбите. Мы сотрудничаем, ну, как мы, План Академия сотрудничает с СИГУ, с Красноярском, с НИАФНГУ. И, получается, сейчас разрабатывается большая сеть антенн и тарелок, которые покрывают всю территорию России. Получается, мы как-нибудь открываем весь дальний всток. Красноярск открывает центральную Россию, а НИАФНГУ сейчас собирается именно западную часть России покрывать. И вот Андрей Николаевич, который занимается всей, как сказать, программным кодом вообще на спутники на все. Он именно программирует сейчас связь с ними. То есть, у него есть сайт, GSM. Это можно зайти с любого устройства онлайн, посмотреть, какой спутник близко, посмотреть, какие данные он отправляет, какие данные получает с помощью вот этой штучки, завитка. И это все очень красиво, и наглядно, и приемлемо, как сказать. Типа, не знаю, как объяснить. То есть, юзер-френдли, в общем. Что любой человек может сходить на эти. Да, доступно для покупателя, скажем так. Ну вот. И у нас здесь бывают регулярные спектры. Постоянно каждый год в космомании в этом году она будет международной. И, на самом деле, что мы писали. Пока на русском это придумали, это наша задача будет. Вот. Да. Ну, соответственно, основит смен на космической тематике. Продвижение 2-3 в год. Это единственная сформация. Это народная сельская школа. И некоторые еще профильные смены иногда появляются. То есть, для более узкого направленности. А вот марсоход кто разрабатывал? Я, собственно. Ага. Ну, расскажи. Ну да. То есть, у меня, мы вот с друзьями открыли компанию. Якутская космическая система. Так называется. И занимаемся разработкой различных образовательных решений в сфере космической индустрии. Разработали и марсоход Perseverance. Ну, модель 1 к 4. Где-то примерно 70 на 80 сантиметров. На котором дети смогут отрабатывать 3D-разработку. Различные детали, которые можно будет навешивать снаружи. Работа с датчиками, удаленное управление, программирование. То есть, все что угодно. Первый прототип он уже почил. Ну, потому что это прототип он должен сломаться, грубо говоря. И сейчас идет разработка над вторым. Выбили гранат умник на разработку второго образца. И вот сейчас идет разработка. Коннектив ведется. Да. Угу. И вот с Андреем. Она площадка маршская. У нас был там, действительно, скайм аппарат. Такая импровизированная марсианская площадка. Только она по расслабленности, так скажем. На марсе ей жизнь все-таки. И вот со своей командой сейчас разрабатываем совместный сигнал «Академия наук». То есть, при поддержке разрабатываем полезную нагрузку для первого якустского спутника космического аппарата на кубсад одноюнитовый и планируем запустить в конце следующего года. То есть, сама площадка была куплена у компании «Спутникс». И мы разрабатываем полезную нагрузку с 16 микроконтроллерами. И вот непосредственно с помощью сети наземных станций по всей России дети смогут отправлять свои программные коды и работать с датчиками непосредственно на реальном аппарате уже. Вот такая у нас идея. Ну, ладно. Как это? Шауна работает? Шауна, да, работает. Кстати, вот мы находимся на территории лаборатории Шауна широты фотосферных ливней. У нас там на территории, много где есть, можно заметить, расположены вагончики, в которых расположено оборудование, которое регистрирует попадание частиц с космоса на Землю. То есть, это космофизика. Вот, институт космофизики в Якутске находится. Возможно, туда тоже соедите, я даже не знаю. Видели? Площадь в другую сторону. То есть, какая-то именно область от английского publication laborator, то есть производственная лаборатория. То есть, дети уже занимаются непосредственно практическим созданием различных продуктов своих, которые они разработали. Мороз от притопринтера. Постопринтер. Рецептимы, которые усказывают на разных вечностях. Занимаются робототехникой. То есть, одно из самых таких основных и, в чем дети заинтересованы, самых популярных программами робототехники. Начинают с моих формах, ардуины, вышли, вышли, потом как раз хотим пленить марсоход в эту цепочку обучения. И занимаются какие-то уже прикладными действиями. То есть, работа с инструментами, со станками, с паяльным оборудованием. То есть, умеют, ну, начинают учиться работать руками. То есть, уже, прям, чтобы освоить больше 70 сфер. Да, хорошо. И, вон там, в лаборатории стоит тренерный установок, на котором изготавливается большинство различных вот, например, стоят дощечки. И вот оно, что пока. Само производство Малакадемии наук. Все начинается вот сюда. Точнее, заканчивается здесь. И вот эта вот связь всех больших отраслей, то есть, биологи посчитали, физики продумали, инженеры считали и фаблаба сделал. И, получается, можно сделать готовый продукт именно за какую-то смену. То есть, у нас на космомальной, получается, были три направления. Это расчет траектории полета в физике. Разводка плат с программированием. И инженерия, то есть, разработка именно деталей. И, получается, вот, программисты будут писать код. Инженеры делают детали. И вот это вот все вместе получится, что мы сможем, действительно, спутник полноценный. И рассчитанный с теоретической стороны и с практической. То есть, сама идея Малакадемии наук заключалась в том, чтобы это создание было полностью цикличным и самостоятельным. То есть, объединяя все кабинеты, которые тут есть, можно произвести один какой-то продукт. То есть, не прося помощи ни у кого другого. Удите собираться. Пошли. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мал denkt AUD «Симон»